Здравствуйте! Мы на портале Экзогет отвечаем на ваш вопрос. Пока молодой, буду жить в свое удовольствие, а прийти к Богу могу и в старости. Замечательная мысль. Премудрый Соломон прямо поддерживает эту замечательную идею. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Премудрый Соломон несколько тысяч лет назад прямо советовал юношам заниматься тем, чем им нравится, с таким ехидным напоминанием немножко, что ты, конечно, веселись, ты ходи, ты думай, что ты потом когда-нибудь придешь, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Неужели Богу жалко, что мы в юности будем есть, пить и веселиться, а потом в старости сумеем покаяться в наших грехах? Проблема в том, что грех, если вот совсем по-простому, он напоминает чем-то нарушение инструкции по эксплуатации. Даже какие-то простые вещи по сравнению с человеком, например, стиральная машина. Прежде чем ее включить, стоит вообще прочитать, какое напряжение там должно быть, куда подключать, каким образом. Даже вам иногда посоветуют, вы вообще сами ее не подключайте, а вызовите специалиста. Когда она будет работать, необходимо, чтобы вы соблюдали определенные правила ее эксплуатации. Если, например, вы не будете вынимать гайки из карманов брюк, скорее всего, стиральная машина поломается и не будет служить в течение всего срока, который был ей предназначен. То же самое с заповеди Божией, своего рода инструкцией по эксплуатации человека. А заповеди Божией сводятся к тому, что мы должны возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, своим, всем помышлением своим, всей мыслью своей, всей крепостью своей, ближнюю свою, как самого себя. Если мы не исполняем эту инструкцию по эксплуатации, мы ломаемся. То есть каждый раз, когда мы совершаем грех или каждый раз, когда мы совершаем добродетель, мы не просто изменяем мир вокруг нас, мы не просто делаем кому-то хорошо или плохо, мы реально изменяемся сами. Происходит это достаточно незаметно для нас. Но я думаю, если вы прожили уже какой-то отрезок своей жизни, то вы вполне можете увидеть, что вы сейчас совсем не похожи на самого себя пять или десять лет назад. Вы стали другим. А каким другим? Вот это как раз и зависит от того, как мы с вами живем. И рыбка, как говорится, задом не плывет. Мы не можем вернуться в то состояние, в которое мы пребывали до совершения греха. Мы не можем обрести утерянную девственность, и не в физическом смысле даже этого слова, а в состоянии вообще всей нашей личности. Мы не можем вновь испытывать те чувства, которые мы испытывали до того, как мы совершили тот или иной грех. Конечно, когда грехи мелкие и незаметные, то на первый взгляд ничего с нами такого и не происходит. Когда мы совершаем тяжкий грех, конечно, мы действительно переживаем, серьезно переживаем реальные изменения собственной личности. Кроме того, необходимо помнить, что Господь сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, если центр наших мыслей, центр наших желаний, то, о чем мы думаем, о чем мы переживаем, о чем мечтаем, чем, собственно, живем, находится где-то далеко от Бога, то весь наш организм, весь наш строй как бы преобразуется постепенно, как бы затачивается, происходит своего рода, знаете, как вот есть такие дурные мультики про теорию эволюции, как у некой зверушки, попавшей в воду, постепенно там вырастают плавники, или у белки, которая прыгает с ветки на ветки, появляются перепонки между лапами, для того, чтобы ей удобнее было прыгать. То есть, точно так же и у нашей души, когда мы чем-то начинаем заниматься, чем бы мы ни начинали заниматься, у нас появляются некие навыки, у нас появляются некоторые новые способности. Мы как бы развиваем те стороны души в том направлении, в котором нам, собственно, это наиболее интересно. И вот если этот интерес отстоит далеко от Бога, то в тот момент, когда мы вдруг решим, а не обернуться, не обратиться ли нам к Богу, вдруг выяснится, что необходимые жабры у нас не отросли, перепонок нет, а предстоит серьёзный перелёт, и просто так вот я теперь начну ходить в храм. Вы знаете, вот однажды, когда я был молодым священником, у нас пришла ко мне пожилая женщина, да не то слово пожилая, совсем старая, ей, по моему ощущению, было лет 90, наверное, и она так вот говорит, батюшка, я вот молодая была, ой, блудница, а сейчас не блужу, вот, ну, как бы мне так и захотелось, сейчас бы я уже так не ответил, а тогда я еле не удержался сказать, да кому ты нужна, сейчас-то уже в 90 лет. Сейчас я понимаю, что и в 90 лет люди прекрасно могут блудить. Речь не об этом, речь о том, что действительно, вот те годы, лучшие годы молодости, которые Господь нам даёт, если мы тратим их не на то, что нужно, то мы реально, как ракета, которая взлетает, небольшое изменение скорости, небольшое изменение угла старта, параметров выхода, выведет эту ракету совсем на другую орбиту. И вроде бы и запас топлива был нужный, и ракета была нормальной конструкцией, вот промедлили со стартом и не долетели туда, куда нужно, или вообще не сумели выйти в космос. То же самое происходит и с нами. То есть ответ, за который юноша должен будет дать, это не юридическая категория, не то, что Бог откроет, например, Священное Писание, как какой-то некий кодекс законов, спущенных с небес, полистает нам и скажет, так, статья 38 под пункт 3 ты определяешься в такое-то место ада или рая. Бог судья не в юридическом смысле. Каждый из нас будет судим по делам нашим. По сути дела дела наши осудят нас. Осудят не в смысле в плохом, осудят в том числе и на спасение, в том числе и в хорошем смысле этого слова. Есть такая расхожая фраза, в современном мире ее больше знают, как принадлежащую Гэндальфу Серому из «Властелина колец». Хотя до него и после него эту фразу говорили многие. Нам не дано выбирать времена, в которые нам жить, но нам дано выбрать, как нам распорядиться тем временем, которое нам отпущено. И если мы потратим его на то, что как бы советует премудрый Соломон «Веселись от юности твоей, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем» – известная фраза. Действительно, тогда мы завтра умрем. Если же мы с молодости выберем жизнь, Господь ведь говорит «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». «Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое после тебя». Эти слова Господь сказал израильскому народу, когда они были уже готовы после сорокалетнего странства и по пустыне войти в землю обетованную. Если мы выбираем с юности смерть для нашей души, то нечего удивляться, что и в старости мы не найдем в себе ни сил, ни возможности прийти к Богу.